таки шалом уважаемые многие из вас знают что я до сих пор не таскаю красмейстерские доспехи потому что у этого проклятого больше вах какие большие цены сейчас на ваших глазах вернее лучше даже за кадром я попытаюсь продать ему весь свой хлам все свои ресурсы все мечи а также мать родину и возможно даже одну почку и на эти вырученные средства я буду каптить себе ведьмач и красмейстерский господи как они это выговаривают доспех и это почему я с этого начал потому что чтоб потом не говорили что где-то скачал тренер и исключительно начитовал себе денег интересно что перстни золотые находится в категории мусор призренный металл все все в продажу я посмотрел разбивать на самом деле не очень выгодно потому что во первых ты на разбивку тратишь 60 крон во вторых продажа камней из этих жерелий она себя ну не окупает то есть все равно получаешь какую-то мизерную выгоду либо либо не получаешь ее вовсе такие дела такие дела так а еще у меня есть господи что такое золотое кольцо блин 12 он это что же за кольцо так еще у меня есть зарубежная валюта которую надо обменять в банке чан фанели возможно меня от этого прибавится денежек я скрафтил себе две уникальных выиграть их пластины поэтому смогу скрафтить себе хотя бы броню но однако даже кафту этого проклятого еврея стоит 4000 местных денег короче сейчас я нахрен сделаю внезапную паузу а потом видео внезапно продолжится вы видите это все как с колечку и я уже буду одет модно стильно молодежно то есть видите дымный кристалл толченая плоть чудовище вот это все сейчас ему загоню вот я видите 2 целых скрафтил на этот крафт у него что много денежек главное этот проклятый еврей хочет купить у меня всего за семьсот пятьдесят четыре марки а в замену мне будет продавать ее по пять тысяч чтоб я так жил ну короче вот такой нарядный мэн получился в итоге нету к сожалению белой краски чтобы покрасить его и сделать из него ассасина есть серая краска но серый краска уже не то цвет цвета купоноса но здесь есть как бы еще осветлитель краски продается но блять каждая банчика 350 крона я и так уже обескровлен уже с одной почкой просто после этого крафта бегу поэтому и так пойдет что еще заметил то что я не помню как было раньше но короче теперь по броне все доспехи сравнялись гроссмейстерский рейнстрик в том что медвежьи повышает прирост адреналина а кошачьи повышают дамаг то есть все остальное ну еще у них там у медвежьих повыше конечно защита от всяких колющих рубящих срущих ударов так далее но это все и борода снова ты ладно короче говоря чего я предлагаю поделать немножко этого сюжетного квеста я помню про говорящую плотву успеется надо все таки время от времени делать сюжет чтобы он ну добавлять интриги так сказать интересно кстати как выглядит все таки на доспех мантикора я так и не посмотрел доспех медведя но я видел картинки в группу кидали я не скажу что гроссмейстерский доспех медведя как-то супер отличается от обычного но доспех школы кота и гроссмейстерский от предыдущего тоже собственно отличается только капюшоном но капюшон и жаль что очки лепса нельзя одевать так чтобы гроссмейстер не снял капюшон то есть если очки лепса одеваешь он снимает капюшон и это уже не так круто становится если был бы в очках лепса и в капюшоне это был бы просто не знаю мега хипстер хипстерский ведьмак бы просто не за был бы эксклюзивнейший на вида было бы супер ладно так доложить княгине о поисках бестии всего то здесь осталось 50 метров преодолеван то а вон она княгиня были в самой высокой башне без лифта сидит да может нас золотую косу вниз спустила рапунцель а он скучала по мне дорогая ты зрели мастер ведьма ты приехал и сразу начались неприятности отойди у меня дело книги не ну наконец-то ведьмак а то мы уже теряем разум ты настиг убийцу мильтона какая у него медаль здоровая видели я нашел эту вашу баклерскую бестию но не смог ее убить мы посылаем тебя за чудовищем а ты возвращаешься ни с чем ты очень нас разочаровал все не так просто найди кого получше тогда еще посмотрим что твой усатый сделать это проблема для ведьмака каждый знает что делать чтобы одолеть вампира вымани его на солнечное место или повесь на него чеснок и вбей в сердце осиновый кол с вампирами не сражаются чесноком солнце и коли тоже не причиняют им вреда такие методы помогают только в легендах это же польские вампиры они сука особенные бабушка адемарта учила нас что вампиров отгоняет крушина лучше всего серебряный меч но даже он только вспомогательное средство высшего вампира может убить только другой вампир вы can be only one ваша милость я сейчас же соберу людей и мы разом все закончим пусть только ведьмак скажет нам где чудовище у них там по легенде видимо должен остаться только один всего вы этот высший вампир а кто будет убивать последнего высшего вампира интересно пусть их всех перебьют ха 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 это он про всех вампиров или про всех людей фредди меркьюри это работа для ведьмака не для твоих гвардейцев раз ведьмак не может с этим справиться этим займутся мои люди я возьму лучших 40 опытных бойцов ни один вампир с ними не сладит 40 50 хотя бы 100 для него не будет никакой разницы ты не видел моих гвардейцев деле они умеют сражаться с туманом поразят цель летящий быстрее ветра как что за существо способна на такой ах блондиночка говорю же выше вампир ком зовутся в высшими вампирами каждый из них в чем-то особенный можно даже сказать исключительный некоторые умеют превращаться в огромных нетопырей другие повелевают животными это всего лишь безмозглые бестии ты ошибаешься низшими вампирами такими как альп или и кима управляет инстинкт они бросаются на все в чем почувствуют кровь а высшие вампиры руководствуются разумом чудовище которые руководствуются разум интересно и что ты с ним намерен делать переговоры я хочу попытаться с ним поговорить это необычное чудовище лучший способ поговорить с ним я больше не могу и и сиятельство призывает ведьмака чтобы он убил чудовище а тот собрался с ним разговаривать я знаю что делаю его возлюбленную похитили его шантажируют шантажируют будь любезен объясни нам как можно шантажировать вампира во издей шантаж есть нечто общее с людьми ими управляют не инстинкты и эмоции эти создания не только очень умны они проявляют эмоциональную вовлеченность даже любят этот влюбился в обычную женщину и сделает все чтобы ей не причинили вреда ты хочешь отпустить убийцу мельтона с миром или снова ждать пока он кого-нибудь убьет надо его как можно скорее обезвредить это моя главная цель предотвратить новые нападения вампир только часть проблемы шантажист виноват не меньше его это он похитил девушку и дает приказы вампиру и что ты предлагаешь делать было и эдвард сук твою мать найти шантажист и освободить возлюбленную вампира тебя наняли покончить с ним они помогать ему главное чтобы никто больше не умер если девушка будет в безопасности ему не придется убивать если подумать может быть ты знаешь что нибудь об этом шантажисте нет но подозреваю твоего усатенького на них шантажист писал для вампира имена следующих жертв на одном осталась капля вина это никудышная улика записки с холодильника блядь ты даже не подозреваешь как сильно ты ошибаешься послать за княжеским сомелье ну же сейчас он будет лизать записки и дегустировать вину в Тусенте это святыня тут не бывает просто винных пятен есть пятна от эстэста пятна от эрвелюса пятна от фьорано пятна от мессишки мужесть вызывали о боже ведьмак покажи ему листки бенуа распознаешь от какого вина это пятно смелье ммм так так ммм скорее всего западный берег санстритура дозревала в бочке из баклерского дуба цвет бургундский ебать да это шексмен настоящий вот это способности все просто это сангриаль 1269 года иксмен пятого левела боже мой это совершенно невозможно это вино производит винодельня Кастель Равелло исключительно для княжеского стола ха ха усан виноват может сангриаль украли мы должны поехать на винодельню и все проверить о боже ты мой бля какая княгиня вообще слушай какая то как прям не знаю владычица морская вот в этой короне расскажи мне побольше об этой вине хули там рассказывать пробовать надо тащи бутылку ваша милость желает ехать со мной это исключено ты эту бобенку хер остановишь у нее там просто но ты же не думаешь что мы будем сидеть здесь сложа руки тогда наше княжество в опасности как там говорится в поле ветер в жопе дым это слишком опасно пусть ведьмак едет один рада что вы наконец то согласились между собой хоть в чем то но я уже все решила мы поедем и нас будет сопровождать лучший эскорт ты и геральт не верю этому усану мы не желаем чтобы двор распускал сплетни на эту тему на время этого предприятия я также освобождаю вас от ограничений дворцового этикета говоря кратко с этой минуты мы на ты а до этого мы на выгулишь ведьмак ты готов твоя милость опёздал ты нам все завалишь так точно твоя милость конспирация ёпта и капюшон надень да готов прекрасно подождите меня минутку я только надену что-нибудь более подходящее и мы сразу отправим давай треники короче с кедами в адидасах будем все пусть думаешь что мы гопари семки там блять она надела ооо какие у нее сапожки но она как обычная женщина в капюшоне которых тут дохрена просто блять такое ощущение что на жопе лошади этого усана просто колокол какой-то блять бедная коняшка таскать такую шняшку ел от проклятого седла крыша съехала съебла этот вампир ты когда-нибудь уже встречался с такими да и как все закончилось ты победил его я с ним не дрался он никого не убил а ты слышал чтобы кто-нибудь победил такого вампира одному человеку удалось его победить но не убить убить вампира может только другой вампир блейд ха-ха-ха ха-ха-ха сука так так пройдите блядь а чё а чё факел а блядь точно дальний не включить же пантеры напали на карету нужно помочь этим людям какие нахуй пантеры какие нахер кареты на помощь помогите ой бля шевелись платформу багира держись это бусинка переросток на блядь блядь щас я щас щас я опа 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 ладно порожняк какой-то блядь щас ноги обглодают раньше чем слежу блядь у меня хилки то еще это печально пацан так успех ушел я не понял почему у меня хилок нету я чё не отдыхал что ли блядь эти конные сражения это пизда просто полная и броня вот сука одел блять легкие доспехи бра все сразу пизды моментально опиздюлился просто прикольно а в этот раз мы сюда доехали и пантеры уже на карету не нападают стояли какие-то крестьяне и говорят вы же рыцари защитите нас от монстров но всем насрать на них мы просто их проехали мимо и все больше об этой винодельни борода какая-то она лучшая во всем тусенте ей управляет старый мастер винодел фабрицу вердум хааа он занимает эту должность многие годы до сих пор с ним не было никаких хлопот как ты думаешь откуда пятносто да пока на миочичи не нарвался вообще проблем не было как капитан де латур мы не ждали никого из столицы как там дела при дворе ты же слышал о бестии из баклера так что у нас полно работы особенно учитывая что в последний раз она напала во дворцовых садах ну я надеюсь с ее сиятельством ничего не случилось как мило что ты спрашиваешь мастер фабрицу ваша милость нас не предупредили я сейчас же велю приготовить гостевой зал это не обязательно как видишь мы прибыли не с официальным визитом да и перстни ее совсем не палят могу ли я спросить что в таком случае привело вас в костель ровелла капитан барбоса настоящий посмотрите на него мы приехали с проверкой по садам по огородам ехала милиция становись-ка старый раком будет репетиция мы приехали задать тебе несколько вопросов в этих краях следует представиться прежде чем задавать вопросы это геральт из ривии ведьмак который приехал в тус энд по моему личному приглашению это значит это значит что мы желаем чтобы ты относился к нему с надлежащим почтением это значит фсб разумеется ваша милость так фабрицио с радостью ответит на все твои вопросы мы хотим поговорить о сангриале к вашим услугам так 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 у вас украли вина есть подозрение что у вас украли сколько то вина а вам в последнее время не забирались воры воры ничего об этом не знаю пару дней назад я сам проводил ревизию и все сходится с описью бочки все в погребе я ручаюсь много людей на винодельне имеет доступ к сангриалю можно сказать только я тогда вы арестованы вина не делаешь здесь работает человек двадцать не меньше видно не знаешь как рождается вино виноград проходит долгий путь прежде чем стать сангрианом я лично мешу его своими грязными ногами помощники работают с вином только до ферментации мацерацию я провожу лично и никого к чану с вином не допускаю мне также помогают при переливании вина в бочки но те в которых созревает сангриаль я запечатываю лично каждую блять охота ёбнуть сангриаля в погребе рюмашку мы далеко не продвинемся мы только теряем время ваша милость ракурс в стиле тарантино просто блять мастер фабрицио у нас есть доказательства что кто-то чужой раздобыл сангриаль а это означает что есть две возможности или ты лжешь мне здесь прямо в глаза или ты идиот и у тебя украли вино а ты даже не понял в обоих случаях ты ответишь за это но чего у него украли вино и он за это ответит какая тупость я точно осмотрю бочки а у тебя будет время подумать когда я вернусь я буду ждать ответа ух гаргона где хранится сангриаль в главном погребе тут сразу же за углом я сейчас покажу я найду а ты дашь мне ключ от погреба и подождешь здесь разумеется ваша милость вот он пойдем ведьмак у меня чуть не встал мы тут немного подождем мастер фабрици а что если сам фабрицио шантажируют вампиры об этом ты не думала у него есть свои недостатки но он бы никогда не отважился на подобное он очень верен и обязан дала мне кланяйся всего лишь ведьмак его отец прогулял родовое имение единственное что он оставил сыну это свои исключительные знания о вине как они меня уважают пока я не назначила его управляющим Кастель Равелло только тогда он встал на ноги а а ты заметила что у нас капюшоны одинаковые ну мы же на ты я буду звать анчелла хочешь хе-хе-хе нажму-ка и в пять на всех случаях проверим сходится ли количество бочек вот инвентарная книга да чё я ебанутый что ли ещё считать чё то я чё ведьмаки пошёл математикой заниматься не давай сама я на выходе ааа блять ааа боже мой ага дневник винификации ферментация завершена без проблем выпадение осадка есть розлив в бочке хм вроде всё сходится документация велась очень старательно хули сходится вы бочки то не посчитали вину а говорил что это пятнышко от вина 1269 года найдём его а чё блять вино 2068 года блин как то по запаху отличается что ли о смотри-ка бинго кому то сегодня везёт эрвилюс мне нравится отличное сухое прекрасное вино у тебя хороший вкус да у меня вкус вообще херну-ка я ерша так сказать эй книгиня а чё ты не замужем шпунт такого не пил да и сказал ведьмак и начал обсасывать ножку от табуретки хе 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 идеальный молоток эстест урожай ага эстест пожалуй все слышали об этом вина это лучшее вино в мире Кастелли Равелло им славится а чё ж ты тогда не его пьёшь если оно лучше фьера ано люди как него без ума да у него очень изысканный вкус пошёл он нахуй не хочу про него слышать помину здесь хранится помина сука это как квест про сыродельню вот играешь там и хочется сыра пожрать вот эту миссию проходишь и хочется хотя бы бормотухи какой-нибудь стакашку опрокинуть как быстро ведьмак трезвеет с ним бухать вообще невыгодно наверное о сангриаль блять год не тот сангриаль год 1270 не тот год ищем дальше как пройти то нахрен все пошло господи вот он по логике сука падла ты чё блин сангриаль это бочки 1268 года такие цветы бутылочные пробки фаллаут причем пробки железные как от лимонада блять от советского или от пепси вино же про этим деревянными пробками пробковыми пробками затыкают ура наша вот он 1269 год что теперь проверим так минуточку по-моему музыка слишком орёт музыка какая что-то волшебная ну бля ты хочешь их открывать достаточно их простучать если какая-нибудь издаст глухой звук все и так станет ясно какая-то опытная алкашка ты посмотри полная с петушком винишка полная нахуй ты три раза стучишь раза понятно ёбнул посильнее и это полная полная я думаю последняя пустая полная не это скрипт наверное полная это полная все полные похоже что все бочки полные это нас ни к чему не приведет полные если и так вопрос с ангриали в них берешь пунт молоток будем открывать и пробовать ах вот оно походу кто-то княгиню в этой миссии сейчас саму продегустирует открывать пробовать вода шпунты для бочек вы хорошо и заметил что молоточек лежит шпунт это короче которая походу херня которая пробку из бочки выбивать что или или вот шпунты открываем бочки посмотрим да 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 а это кран чё-то иди а ты сама напьешься святая женщина сейчас над ней ним появится о боже давайте хоть на жопу посмотрим да да оставайся как слегка с дымком очень сухой определенно с андреаль а мне сколько шпунтов там надо а он универсальный телепортируется сам в бочку подождите анрогенриета подождите чуваки я я я д д кислятина вино 365 дней взрывания невозможно это не вино это какие-то помои они не должны были попасть в бочку этот еще портвишок наш три топора не пробовала это произошло не случайно посмотрим что фабрицио скажет по этому поводу мастер фабрицио я очень в тебе разочарована но ведь ваша милость я в шаге от эшафота говори правду блять за что за что она хочет его казнить блять что он сделал признаюсь я продал бочку сангриаля ну теперь тебе точно пиздес зачем ты это сделал похуй кому не устоял так много предлагали я дал себя уговорить ты мало получаешь от меня по ебалу точно мало получил хотел выкупить родовое имение тут моего ничего нет у меня есть крыша над головой есть пропитание ну что же за дворяним без собственной земли и кто же купил этот шангриаль за такие бабки кому ты продал вино несколько недель назад в фазанерии ко мне прицепился богатый дворяним он рассказывал что служит дипломатом что у него связи при дворе предложил провернуть дело несколько его клиентов обещали за облачные суммы даже за капельку сангриаля он был посредником как он представился имени он не называл высокий черноволосый говорил с акцентом утверждал что родом из центра из центры при дворе нет центрийских дворян ну расскажи как ты передавал вино мы встретились под покровом ночи на руинах крепости с ним пришло человек 20 не могу не заметить что голос поменялся еду серьезные на другого актера звучит походу я им привез одну бочку они переложили ее на свою телегу и мы разошлись в разные стороны и все больше ты их не видел они несколько дней назад они прислали вестника сказали нужна еще бочка вина и я уже ее приготовил собирался отправить хуя ты дилер ёпта так ну чё надо ведьмака в бочку зарядить походу пусть едет этого хватит я уже знаю все что нужно ваша милость я молю вас о прощении прочь с глаз моих полетей ему полную сраку пусть твои люди сопроводят фабрицио в подземелье он должен ответить за государственную измену винишко продал ца измена ничоси что теперь ведьмак ловушку им устроим этот центрийский дворянин может оказаться шантажистом я поеду со следующей бочкой а дамьен с солдатами будут меня прикрывать согласен с тобой так и сделаем дай знать когда будешь готов даю знать я готов поехали ждать не стоит начнем мы поедем пораньше займем позиции а ты с повозкой присоединишься к нам позднее хорошо когда начнется обмен ждите моего сигнала я бы сделал так что ведьмака посадят в бочку он же умеет медитировать какая ему разница а потом бы выпрыгнул и вот он шантажист бери его за яйца ломай ему ломай ему жизнь с одной единственной бочкой ездить хоть для вида бы парочку поставили тихо подождем и что ты блять на фабрицию похож или они что совсем тупые ах ты белоленточник ну это обычная бедлятина приехала из ганзы походу ёпта 9 человек а вот и винокор а тут уже отмудоханный какой то смотрите сзади сидит это из скайрима пацаны приехали которых на казнь везли ха 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 ну че ребята бухла не будет это не он чем его убили силой мысли а арбулет ночная стрела беспалевная лента так сказать а а ну-ка ёпта разойди с черти опа 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 ну че то я не скажу что у меня в легкой броне прям такие дамаги прям суперские вылетают вот урон по мне влетает просто шикарный походу походу да а скрафтить короче броню скрафтить броню скрафтить броню медведя у меня уже денег не хватит а это красная бочка не взрывная часа да не вон три тысячи бывает отрезать ему дорогу дусан кого мы еще бьем то что у него написано хорниц это типа главный что ли них он колдует не бочка ах ты пидораска ну чё за говно ну ёбаный нассал я ебал блять чё она сразу не взрывается да да в нарезку я знаю блять пойдет видимо пойдут эти кадры это просто блять я не знаю ах да здравствует курьезы блять сейчас мы тебя научим порядку сейчас я вас сам научу гляди но во правда наши чё то загорелись тоже блять вы посмотрите сколько они урон наносит мне просто пиздец здесь надо было лечение от дамага юзать наверное чтобы в этой броне воевать потому что цифры того наносит хорошие блять лысый ты мне мешаешь то есть мы их допрашивать как бы не будем лезер лысый реально мешает бесполезный гвардеец а эти бандиты а эти гвардейцы посадить они вообще урон не наносит до массовки для толпы пиздец дойдите со своим веслом кретиноид блять вот все что он был сделать хоп-хоп алкогест кажется ты должен был ждать моего знака таков был план но прекрасный выстрел хорошо что ты среагировал всякое могло быть к твоим услугам хороший был бой мы схватили 1 мерзавца пойдем поговорим с ним всякое могло быть он мог достать пистолет да я ошибался насчет тебя нам не обязательно быть друзей типа да мы подружимся короче а потом лысенького убьют походу но если так к этому относиться во всяком случае я вижу что ты хочешь помочь и ценю это пойдем к ее милости она ждет неподалеку пошли буденовец почему я не удивлен что она решила наблюдать за всем лично да гром женщина хозяйский глаз коня кормит ведьмак вижу и ты начинаешь это понимать приведите этого вашего пленного надо задать ему несколько вопросов она стояла на краю дощечки и сделала сейчас только что еще несколько шагов вперед я видел она должна была ёбнуться окажите честь кто вас послал зовут его пёс и говорят что он твою мать его грязные слухи еще раз кто вас послал твоей баба любовь зовут тише тишкин веласкест и не узнал не хочет пусть не говорит он поможет нам иначе блять давайте с собакам начнем его ноги скормлюсь на приманка для бестия из баклера ну что кайн отдал ты пояс как можно было верному проебать тут бой лошара разумеется он мне пригодится в таком случае он твой чуни с глазами пусть твои люди найдут крепкую веревку чтоб не порвалась когда мы подвесим его на дереве веревку отличная выйдет приманка для чудовищ если они почувствуют запах крови уж об этом я позабочусь что нет сука нет остановите его не дергайся береги силой тебе предстоит долгая ночь нет остановите его я все скажу кто тебя нанял он он меня убьет так и мы убьем больше беспокоить что за он патовая ситуация быстро говори зовут центриец я его никогда не видел но знаю что это он нанимал людей для дела так и говорили мол мы работаем на центрица больше не знаю клянусь инфа просто мощь возьмите его и запрете в подземелье пускай ждет сюда а как же спросить куда надо было доставить бочки едем в город собери людей поищи этого центрица наверняка его еще кто-то видел так точно ваша милость как только я что-нибудь узнаю я явлюсь во дворец я не возвращаюсь во дворец наша с ведьмаком миссии еще не окончена мы будем ждать тебя на посту возле порта ни хрена себе отправляемся в город как она не хочет от ведьмака то отлипнуть вы гляньте тетя моси там и бордель бордельчик есть возле порта на посту че так долго-то видать какая-то сцена прям грузится пост княжеской гвардии опаздывает спокойно он придет опездывает не вот что интересно бля какая у жопа вы посмотрите можешь быть так нечеловечески спокойно да при виде этих персиков эффект мутаций ведьмаки редко нервничают а вдруг с ним что-то случилось думаю капитан сумеет о себе позаботиться может и сумеет только этот центриец не простой головорез ему удалось выкрасть княжеское вино из подноса у моих гвардейцев если бы не случайность мы бы никогда об этом не узнали и это он назначал жертв вампиру нужна отчаянная самоуверенность чтобы шантажировать такое чудовище все-таки он споткнулся этим воспользоваться центриц может быть только посредником почему давайте узнаем мы не знаем стоит ли центриц за похищением и шантажом он мог заниматься только кражей вина даже если так он продавал вино шантажистом как по мне это вполне делает его соучастником не важно центриц приказал совершить эти убийства или нет мы должны его найти даже если это не его рук дело он может знать имя шантажиста кроме того есть еще один вопрос столь же важный как и то кто заказал убийство зачем кто-то идет что так долго ты должен был вернуться несколько часов назад центриц работает не один мы боремся не с ним а с целой бандой он подослал к нам своих головорезов у одного гвардейца сломана рука у другого раздроблена колено он останется хромым а за твою голову ведьмак он кажется назначил немалую награду а мне как раз деньги нужны сколько сколько можно за за нее получить не в первый раз на меня охотятся сходи спроси почку возьмут или только голова нужна ногти могу состричь снял портовый склад куда раньше свозили вино нанимателем нищий подставное лицо мы нашли его и расспросили того кто заплатил за аренду склада он встретил когда просил милостыню фазонерии там нам помог случай официантка вспомнила что провела вино на дворянина который говорил с центрийским акцентом и как он выглядел как центриец были слишком приметные красивый мужчина с бородой это мог быть кто угодно но она вспомнила кем была его спутница центриец встречался сисилии беланты с певицы я слышала о ней говорят она очень талантлива с ней самой мы сейчас же отправились к ней домой все силе не было но мы допросили ее прислугу горничная сказала что сисилия сегодня вечером встречается с центрийским дворянином она пригласила его на прием в мандрагоре что еще за мандрагоры кабак такой там собирается люди искусства художники трубадуры и танцовщики сейчас мы походу с книги на блядочке пойдем вокруг мандрагоры для избранных то и дело устраивают приемы на которые приглашают только богатых меценатов надевают карнавальные маски а потом пьют и флиртуют нет мы конечно можем на капитана надеть и с ним пофлиртовать но чё-то походу запалимся мы над книги не брать если мы хотим его поймать придется попасть на прием ведьмак ты читаешь мои мысли я соберу людей отцепим место встречи не 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 так не покатит исключено да да если у центрийцы есть люди по всему городу он может узнать о засаде и снова у лизня я знал что она так скажет верно надо действовать осторожно лучше будет смешаться с толпой мы так и сделаем у меня и маска есть даже две мы ваша милость я и геральт я пойду с ведьмаком ему пригодится моя помощь а пятюшка то хочется потереться поход встречи мандрагоры проходят в одном и том же месте в резиденции верхнем городе это очень милитарный район геры на день что-нибудь соответствующее встречаемся верхнем городе переулки рыцари на же блять опять что им соответствующее я к сожалению продал нильфгарские тряпки и модную модный модный чё там крафтил там когда с этой стресс на было пойти на дно но танцульки будет удвоить патрули на всякий случай во дворе на дворе темной тучи хрен стоит на всякий случай в кармане не рубля денег нет для патруля я как те ладно чуваки надеть костюм который она герета сочтет подходящим для приема по ходу по ходу короче от версачи или от места жан-франко кто он тут с индышенко будем одеваться следующей серии не знаю чем закончится этот поход но хотелось бы посмотреть на другим риету во все ее во все во все ее всем желательно без всего она чё не выжмите чем пишите и вся фигня проститутка ну-ка ой боже ты мой нет а другим риету такой шлюхой не заменишь